Нагрудный знак за вклад в развитие гражданского общества был учрежден в соответствии с майским указом главы государства. 49 активистов ННО и других институтов гражданского общества признаны достойными почетной награды. На церемонии вручения в Академии государственного управления при президенте Республики Узбекистан работала наша съемочная группа. Верховенство закона имеет важное значение для построения демократического правового государства и свободного гражданского общества. Глава государства подчеркнул, что в достижении верховенства Конституции законов нет более эффективного средства, чем общественный контроль. Именно общественный контроль является необходимым условием углубления реформ, изменения мышления людей, особенно руководителей, повышения их ответственности. Негосударственные некоммерческие организации играют важную роль в обеспечении защиты прав и свобод человека, создают среду для поддержки социально уязвимых категорий населения. Нетрудоспособных членов общества служат интересам людей. На сегодняшний день количество ННО в Республике составляет более 10,5 тысяч. Их деятельность направлена на углубление демократических ценностей в сознании людей. Нагрудный знак за вклад в развитие гражданского общества, учрежденный в соответствии с указом президента, является ярким отражением внимания, признательности и доверия тем, кто вносит достойный вклад в этой области. Как отмечалось мероприятие общественными комиссиями по социальному партнерству при Дюкар-Викенесе, Республике Каракал-Пакстан, кингашах народных депутатов областей города Ташкента, из 2700 кандидатов наиболее достойные были отобраны и представлены на рассмотрение консультативного совета. Нам очень приятно, что та деятельность, которой мы занимаемся, она приносит не только пользу тем организациям, в которых мы работаем, а также, как оказалось сегодня, своей деятельностью мы вносим свой скромный вклад в развитие гражданского общества в Узбекистане. Я работаю в Ташкентском областном отделении Ассоциации корейских культурных центров. Одной из уставных деятельностей Ассоциации корейских культурных центров в Узбекистане является межнациональное согласие, международная дружба, развитие дружественных отношений между народами, проживающими в Узбекистане. Нам очень приятно, что те мероприятия, которые мы проводим, в них участвуют не только представители корейской национальности, узбекской. Также очень много представителей всех наций, а их более 130 в Узбекистане. Хуршида Ибрагимова – руководитель женского и детского центра «Мехарджон Фергане». Своей деятельности она уделяет большое внимание трудоустройству безработных женщин и повышению юридической грамотности женщин и детей. На сегодняшний день в городе Кувасаи в целях обеспечения занятости женщин в первую очередь мы организовали бесплатные курсы, где девушки и женщины обучаются профессиям. С 1 января 8 из них будут устроены в предприятие, которое будет действовать при нашем центре. Также в Ферганской области для обеспечения правовой защиты малообеспеченных слоев населения функционирует бесплатно адвокатская помощь. Негора Кутли Мурадова из «Харизма» организует благотворительное мероприятие, направленное на оздоровление пациентов. Благотворительный фонд «Саглом Авлотучун» в целях профилактики здоровья населения вот уже несколько лет. В самых отдаленных населенных пунктах проводят медицинские осмотры. Также с помощью фонда проводятся хирургические операции для детей с осложненными диагнозами за рубежом. Сегодняшняя награда – это внимание всем негосударственным некоммерческим организациям со стороны государства. Внимание и доверие, поддержка и возможности – именно эти факторы дают каждому человеку силу и мотивацию к самореализации своих возможностей, чтобы быть достойным примером для окружающих. Как отметили выступившие, вручение нагрудного знака призвано стимулировать самоотверженный труд общественных организаций во имя Прецветания Родины, а также их активность в укреплении и дальнейшем развитии гражданского общества. В рамках торжественного мероприятия представлена концертная программа с участием деятелей искусств и культуры. Субтитры создавал DimaTorzok